лисица лисица смотрите побежала вверх туда и стоит думает может быть я ее чем-то угощу лисица это такое животное которое воплощает в себе и кошку и собаку первый раз в турцию увидел лисицу вот так вот чтобы дорогу переходила ну да здесь деревня какие-то селы может быть она где-то курицу тащит может утку где-то поймает еще что-то ей в принципе здесь нормально и речки здесь текут возле речек тоже можно словить кого-нибудь в общем друзья я продолжаю движение в сторону анкары мне осталось ехать 320 километров я думаю я сегодня как раз этот промежуток проеду завтра заберу человека там в анкаре и уже мы вместе поедем в сторону греции в сторону из мира в сторону греции я сейчас буду ехать по и 95 и 95 эта трасса она идет от грузии потом до самсона и я по ней уже ехал его час я опять на нее возвращаюсь то есть она по северному побережью турции идет возле черного моря и потом уходит вот сюда вот в центральную часть турции на юг в сторону анкары как раз в общем там сейчас тоже навигация будет меня по бесплатным дорогам вести потому что я так до сих пор и не купил себе стикер на стекло здесь есть много дорог где вы проезжаете а потом пункта оплаты нет и нужно это оплачивать через интернет там еще как-то поэтому я просто еду тупо по бесплатным дорогам наслаждаюсь видами лисиц фотографирую для вас вот так вот здесь выглядят ландшафты травка уже подсыхает но зато дождей нет потому что я сейчас списывался говорят что до сих пор идут дожди там на побережье и солнышко только здесь светит в общем что касается отеля вот этого в котором я сегодня ночевал в принципе отель нормальный но только при условии если вы приедете и оплатите вот одноместное размещение на месте то есть там выйдет примерно вам 700 лир 600 чем-то лир завтраком нормально будет потому что я бронировал через сайту до макс и там чуть выше вышло потому что ну я забронировал как трехместную комнату и короче говоря они дали мне большую комнату а я мог взять чуть поменьше с одной кроватью и в общем у меня была трехместная комната я просто как бы за нее оплатил ну там уже никак нельзя было переделать на месте поэтому лучше приезжать и смотреть какие комнаты есть какие цены есть иногда цены на рецепшен ниши иногда цены на рецепшен выше вот так он называется этот отель хилас thermal resort and spa ну и плюс ко всему аквапарк там сейчас ничего не работает костей очень мало они стараются конечно у них хороший завтрак и все они стараются поддерживать уровень но из-за того что там раз мыло речку и вообще они там в целом ремонт делают сейчас пока но вот именно вот на сегодняшний день не самое лучшее время его посещать то есть если соберетесь туда звонить просто напишите им письмо на турецком ну или на английском работаете вы там работает аквапарк сколько у вас там стоит ночь это прям все через email можно потому что через звонить бесполезно на не по-английски сильно не разговаривать кстати вот здесь есть ресторан конак называется очень там демократичные цены я вчера приехал туда сюда вернее поужинал и заплатил 170 лир что ли там первое второе салаты они бесплатно принесли айран кола чай но все-все-все-все-все и вот 170 лир всего лишь цены очень хорошие поэтому есть даже мимо здесь будете проезжать обязательно заедьте прямо место супер и официанты так четко быстро работают все сразу не слажено налажено вообще во всех пожалуй ресторанах в турции здесь система обслуживания сервис это наверное я такого сервиса классного вообще нигде не встречал в мире как они это четко все быстро делают и как они людям именно дают то что им нужно без каких-либо задержек остановок и это все налажено на потоке стоит и быстро очень отработано вот видите значочек радар это значит что сейчас там будут полицейские вот турция чем не нравится что здесь и зимой не холодно и летом не жарко ну по крайней мере сейчас я не знаю как будет в дальнейшем но то есть климат он здесь такой мягкий что-то нет полицейских вроде бы должны были быть возможно где-то спрятались прям сильно-сильно у них еще иногда бывает одна машина с радаром такая гражданская дальше машина такая полицейская и они прям по рации передают если кто-то нарушил сразу там устанавливают ехал на трассу ти 795 навигация мне еще показывает три часа ехать так и вроде как эта дорога будет у меня все время потому что здесь 60 километров потом съезд ну и скорее всего она уже ближе к анкаре там тоже наверно будут тоже такие же дороги широкие и здесь никто не ездит по сути и они ровные гладкие широкие короче говоря в центре турции если какая-то вот такая трасса то можно ехать прям смело заправок много заправки цены на заправке плюс-минус там цена примерно на всех заправках одинаковая может быть там один-два процента разница в цене но в целом отличия нет никакого потихонечку подсыхает здесь трава потому что здесь нет никакого дождя и основном дождь я так понимаю был возле черного моря по побережью потому что ребята пишут и в алании в анталии нет никаких дождей солнца там где мы с вами ехали со стороны батуми с грузии там прям дожди и ливни без остановки такие машины у них периодически ездят вроде бы номера обычные гражданские но я не знаю но со всех сторон мигалки такое бывает у них повсюду повсюду холмы то есть я учас прямо буду убираться в холмы и у меня там сзади тоже холмы можно видеть вот и такое плато здесь на высоте примерно 500 метров интересно интересно конечно наблюдать озера периодически встречаются здесь вот такие вот горные реки то есть это мы сейчас с вами едем не как по россии мы ехали допустим там поля лугас ну примерно 50 100 метров здесь 500 метров над уровнем моря проходит вот так вот дорога и ну соответственно местность тоже такая же и отель где я жил тоже примерно такой же высоте то есть это все грубо говоря примерно в горах находится ну предгорья я имею ввиду 500 600 метров это вот уровень алматы а вот здесь возле города корун навигация меня опять пытается скинуть на небольшую такую дорогу маленькую но там двухполосная посмотрел на такая небольшая дорога навигация думает что типа там короче и расстояние короче типа этом быстрее проеду но на самом-то деле я знаю что лучше ехать прямо и по магистрали чуть чуть дольше ну в итоге она то на той выйдет вот я еду продолжаю по ти 795 она там потом уйдет в сторону но все равно там будет дальше там до анкары магистраль судя по карте конечно же и соответственно здесь всякие заправки придорожный сервис широкая дорога в общем я не стал сворачивать пока поеду по этой дороге там будет видно пусть она будет на 20 минут длиннее но зато я буду так ехать спокойно по магистрали кстати это город тоже достаточно такой большой промышленность здесь у них развита и тойота центр здесь есть джины продают я думаю в этом городе вы в принципе найдете все что вам угодно вот как правило как правило будут вывески вот если вы едете в анкаро будут вывески что вот типа анкара и это основная главная дорога лучше по ней всегда ехать то есть если едете в анкаро лучше вот по вывескам ехать чуть чуть дольше вы проедете может быть там не знаю насколько ну вот на 16 минут типа она показывает дольше но эти 16 минут вы будете ехать вот с удовольствием и это на самом деле важно у меня только что закончилось топливо начало заканчиваться в турции я уже не знаю сколько здесь километров проехал по турции еще в россии заливал в пятигорске во владикавказе проехал грузию всю и турцию проехал они в турции я чуть заливал но в общем залил я шел и power бензин все хвалят пятьдесят два литра с половиной залил на 1300 лир по 24 7 лиры но это грубо говоря по одному доллару за литр примерно 400 450 тенге стоит литр топлива в турции посмотрим какой сейчас расход будет у нас в казахстане два раза меньше стоит топлива еще у них в турции здесь я не знаю эта традиция или правило какое-то в общем они записывают номер машины которая заправляет топлива и неважно вы приехали заправляться на арендованной машине с турецким номерами либо с иностранными номерами едите вот здесь вот топливо допустим стоит 23 24 на пол лиры меньше то есть чем я заправил даже даже на 07 лиры меньше ну не знаю мне сказали что типа здесь самое лучшее топливо я щас попробую у меня машина сразу моментально покажет сейчас она пока показывает расход 9 литров но из-за того что она сейчас считает рассчитывать я трогался нам гибрид еще толком не не работал и рекуперации не было сейчас километров 100 проеду где-то 150 но вот до анкары я доеду до аэропорта и там уже будет точно известно сколько какой расход топлива трассы который ти 400 вот мы с вами по ней очень много ездили по и по южному побережью она проходит она вот тоже примерно такая же только в некоторых местах там где она старая она чуть-чуть сужается но в целом дорога очень хорошая это бесплатная трасса по ней можно ехать бесплатно спокойно и в общем она вас привезет обязательно куда вам нужно 5 навигация меня пытается скинуть направо вроде бы там действительно такой короткий путь но я посмотрел опять же там такая дорога проселочная небольшая двухполосная одна полоса в одну сторону другая другую сторону и в общем я поехал прямо по трассе ди 190 постоянно вот я еду выписка анкара я я еду то есть согласно этой вывеске там мне нужно будет аэропорт находится ну не в самой естественно анкаре и мне нужно будет чуть там объехать по объездной но в любом случае я думаю это будет быстрее чем ехать по каким-то вот улочкам узким таким дорожкам с непонятным покрытием то есть лучше держаться по трассе по трассе по трассе тем более здесь она очень хорошая и в общем есть конечно встречаются там светофоры там городочки какие-то небольшие но в целом нормально я еду четырем часам я приеду и в принципе половину пути я уже наверное проехал а выехал сейчас на на трассу на магистраль и 88 и навигация вот периодически мне хочет скинуть уже не хочет до этого хотела чтобы я здесь по какой-то маленькой дороге ехал я не знаю как она выглядит не знаю насколько она нормальная то есть вот вот эта магистраль и 88 она вполне хорошая и 24 километра я буду ехать и по-моему а и либо она там начнется вот здесь вот и 88 будет магистраль до анкары и возможно я вот здесь вот свернул посмотрим либо до самой анкары доеду вот вот здесь она хотела чтобы его так еще повернул на самом деле в этой части дорог очень много но единственный минус в том что здесь уже нет зелени такая степная степная ландшафты такие степные и но в зелени вообще практически нет то есть если бы конечно же мы с вами ехали бы по побережью то там было бы и море и зелень была бы и рядом с морем горы бы тоже очень зеленые были но там вроде как дожди летние идут и они мне просто надоели зато здесь широкая дорога такая магистраль там карриот остается 150 километров машин мало очень практически вообще нет машин бесплатная дорога ям кочек ничего такого нет гладкий асфальт абсолютно и в принципе можно ехать но если вас конечно же не смущает вот отсутствие зелени она есть но она очень скудная здесь зелень высота здесь 670 метров опять я выехал на плато то есть периодически я вот так поднимаюсь спускаюсь поднимая спускаюсь расход топлива 6 5 литров что-то мне подсказывает что не будет у меня здесь уменьшаться расход топлива даже на турецком вот этом бензине который стоит почти в два раза больше чем нас и вот у меня был расход где-то 616 263 в городском цикле в алмате на алматинском бензине сколько будет здесь я не знаю но машина пустая была то есть я сейчас с собой вожу много всяких вещей и плюс ко всему еще кондиционер я включил ландшафты по-прежнему здесь такие же как в принципе и были ну как в центральной части турции пожалуй наверное везде вот я здесь свернул перед анкарой направо на 1 140 единственное ратуе только то что здесь вроде как зелень будет какая-то и возле речки я сейчас проезжаю пиши она написала что будет расстояние длиннее но мне кажется вот здесь наоборот больше объезжать по вот этой d200 единственно я думаю вот здесь по d200 если ехать в сторону анкары там просто дорога получше но здесь мне ближе подъехать к аэропорту и поэтому я думаю что мне здесь будет лучше но дорога короче говоря так себе она здесь старая и периодически вот такие вот ладки встречаются потом встречаются камни из-под колес и так далее в общем я думаю по ней ездят вот люди которые скорее всего где-то либо здесь живут либо может быть здесь те кто едут в анкару скорее всего они едут вот по той дороге по которой я ехал центральная главная основная дорога но она тоже не очень хорошая в принципе но получше чем это дорога однозначно испортилась вот здесь вот идет по моему то ли расширяют то ли еще что-то с ней сделают в общем зря я сюда полез нужно ехать вот есть основная главная дорога и вы едете по ней от города до города а вот это все это такие типа провинциальные дорожки со знаками 50 с камнями из-под колеса и вот возле вот этого города как он колесе так проще будет вот здесь вот в общем дорога вот такая вот еще и ремонт ремонтные знаки и ограничения по скорости то есть она узкая она здесь не очень хорошая и еще плюс ко всему по горам серпатины идут дамбы речки в общем нужно было там ехать ну к счастью здесь всего лишь 50 километров мне возможно из этих 50 километров будет участки хорошие но не полностью не вся она такая будет не попробуешь не узнаешь короче то друзья здесь есть крепость очень красивая и скорее всего она бесплатная конечно же и вы можете вот если будете ехать здесь посетить эту крепость прямо на скале ну как всегда в общем колесик город называется колесик по турецкий колесе это крепость колесик вот они любят так османчик колесик айданчик у них много таких названий уменьшительного скательной ну и здесь винограда много производят выращивают да это город колесик называется то есть в турции даже если вы едете где-то по плохой дороге испытываете какие-то неудобства в любом случае они будут компенсированы вот какой-то крепостью такой красивой интересной или еще чем-то другим выехал я на 140 магистраль вот показывают что анкара 60 километров от аэропорта 40 километров то есть там неудобства были буквально ну я не знаю сколько километров 20 наверно от силы и в принципе нормальная дорога такая же поэтому смело здесь наверное можно ехать и как раз крепость можно посетить но это опять же если вам нужно не анкара если вам нужен аэропорт анкары или что-то вот рядом с этим с аэропортом и зелень здесь потихонечку появляется я все хочу себе привал сделать сколько километров не знаю еду и в тенечке где-то встать а тенечка здесь не так легко найти только на заправках и бензин друзья посмотрите расход 6 и 9 литров и он не хочет снижаться ну похоже на то что все мои гипотезы связанные с тем что типа топливо здесь дороже и оно типа качественней все это ерунда ну возможно из-за того что я сейчас скорость набираю вернее высоту набираю и сейчас вот 1000 миллиметров и наверное где-то до 1200 может до полторы сейчас поднимусь и когда буду спускаться возможно снизится но не знаю у меня в принципе такой расход и по Казахстану был и на на самых каких-то дешевых заправках плохих поэтому честно говоря я ожидал что у меня будет здесь в районе хотя бы 6 литров расход ну плюс-минус может 5 или 9 вот так где-то ну ладно в любом случае даже то что я здесь 6,5-7 литров трачу на 100 километров в принципе это немного потому что машина большая тяжелая и короче говоря нормально пойдет мой отельчик на сегодня и без европейская сеть отелей короче говоря здесь комнаты эти кровати раздельные ну можно попросить они дадут мне вместе сделают я наверное уже просить не буду потому что я и так их попросил чтобы они мне дали повыше этаж и еще что-то их попросил короче говоря ну это стандартный такой отель а вот туда заехать можно там зарядка есть для электромобиля и ну и собственно вообще как бы этот парковка там есть можно туда заехать вот так это все выглядит я где-то останавливался по моему казан тоже в таком отеле примерно он тоже так же выглядит так же и примерно и стоит и ну это европейская сеть отелей в принципе 50 долларов у них нет разницы на одного человека на двоих поэтому здесь вы просто платите за номер ну здесь так в принципе культурно без излишеств ну все равно в общем нормально пойдет но у них лобби там симпатичный там можно работать и так далее заниматься всякими делами так друзья дубль 2 короче я им сказал что я не хочу две кровати дайте мне одну они сказали хорошо вообще не вопрос и дали вот пожалуйста одна кровать большая по размеру в принципе примерно такая же комната наверное даже не примерно а точно такая же уборная такая же все по сути такое же только одна большая кровать ну и вид и вид уже на дорогу сюда на аэропорт на дорогу ну все такое ну по сути здесь у них очень хорошая звукоизоляция и в принципе без разницы то есть прелесть вот таких вот мест таких отелей что вы можете здесь да вообще в любом отеле вы можете требовать вообще все что угодно они должны все ваши капризы исполнять жалко что нет спа но это три звезды европейский отель такой типичный не будет не будет этого спа не будет бассейн и ничего не будет то то рядом с аэропортом прям рядом совсем наверное один километр здесь еще есть ресторанчик я сейчас туда пойду схожу и и я сейчас попрошу у них лейт чекаут завтра после обеда чтобы выехать и все а еще друзья здесь живут вот такие вот это или фазаны или цицарки я даже не знаю кто а вот там ресторан есть очень хороший между прочим вкусный а там аэропорт вот видно даже его отсюда километр наверное и вот собственно здесь отель трасса вот он за деревом отель трасса и прям на трассе цицарки живут я могу представить каким бы удовольствием у нас бы их уже давно-давно переловили перестреляли и прям тут же и на траве бы и зажарили наверное а вот здесь вот наоборот в этом отеле то есть они пишут 1600 ну и на рецепшн тоже 1600 а я снял за 1300 сегодня комнату а м а это но сразу э Субтитры создавал DimaTorzok